Вантоны, бао-дзы, дзя-дзы, димсамы и гёдзе. Уверен, многие из вас тоже не пробовали эти блюда, даже ни разу не слышали эти названия, а их вы можете легко приготовить на своей кухне. Мы находимся прямо сейчас в ресторанчине, это один из ресторанов-участников Всеваля пельменей этого года. А научит лепить-то эти китайские пельмешки наш великий помощник, сушеф Алексей Кеткин. Лёш, доброе утро. Лёш, доброе утро. Ну, рассказывай давай, что это у нас тут такое? Пока набор, в общем-то, стандартный. Сочни. Свечи, бадьян. Да, сочни и фарш. У нас тут подготовлено до теста на димсамы. Димсамы это вообще, на самом деле, распространенное название всех китайских пельменей. Это просто их в целом так называют. Димсамы могут назвать даже из прямого. Лёш, ты можешь назвать себя хотя бы немного Цезаревым? И объясните, ты можешь и делать, и говорить, потому что мне уже не терпится. Я ни разу не делал китайские пельмени, это правда? Они готовятся так же, как и русские пельмени. Ну, суть одна, это фарш, ну, третий, тесто снаружи, как бываем. Так называют Китай такой тесто. Это вообще пшеничное тесто обычное. Это сочи. Без рожжевое и без яиц, то есть пресное тесто. Так, и что? Я понял, что я пельмени лепил в последний раз в году, в 93-м, наверное. В 93-м? В тебе было 7 лет? Таня, не нужно напоминать мой возраст, пожалуйста. Ну, как бы раскатываясь таким образом, что внутри получается... Смотрю, что твоя... А, более готовая. Так. Более мелко. Ты нет, я не мастер. Перемешиваю. Да, я тебе хочу сказать, ты не одинок, а? Потому что у меня пока тоже получается какая-то бурба. Потом берется фарш, собственно. А, Леш, сразу рассказывай про фарш. Нет, ты накладывай и рассказывай про фарш. Это не простой фарш. Потому что фарш у нас идет куриный, с добавлением фунчозы, морковки, грибов древесных. Морковка свежая или маринованная? Морковка или свежая. Значит, вы запомнили, да? Куриный фарш, фунчоза, древесные грибы. Если нет древесных грибов, можно добавить ее? Можно добавить. Любые. А за кадром мне Алексей сказал, что вообще в фарш можно класть вообще все, что угодно. Да, то есть, по сути, что вам нравится кушать, так сказать. Если мне нравятся макароны. Да вы можете. Макароны. Все вчера, что у меня селедка под шубой осталась, сыпанули немножко. Так, смотрите, у меня русские пельмени уже готовы. Можно, в принципе, делать и так, да. То есть, вы ножом утрамбовываете? Да, то есть, по краям защипнули чуть-чуть. Не лезь вперед к сенсея в пекло, Тань, пожалуйста. У меня вот такой пельмешек получился. Леша, у меня персонаж мультикопликационного фотофильма получился. Ой, не наш это. Он как бы, грубо говоря, типа такого шарика. У тебя очень красиво, Леша, получил. Для китайских пельменей какое тесто подходит? Не только же рисовое, но и также пшеничное. Вот это мы на пшеничной муке сделаем. Это такое же тесто, как и для русских пельмени. Ну, русские пельмени сияются, например, сомненько. Да, здесь просто... Здесь просто идет мука, вода, чуть-чуть соли. Пропорции. А вот это, Алексей, уже не раз как, что-то пельменный секрет. Оно какое должно быть? Знаешь, такое как бы тягучее, густое, такое тугое. Ну, оно как бы такое должно быть тугое, но поддатливое. Мы с этими пельмешками имеем? Мы уже разобрались. Сейчас будем готовить димсам. Так, а я продолжу готовить. Нужен большой сочек. Здесь уже он как бы раскашанная форма. Эта палочка нам не нужна. Пожалуйста, протяни. Сейчас я тебе более толстая, чем на пельмени. Как лепить, Леша? Лепить точно так же на руку. Ну, если вам неудобно, можете прямо... Ну, я нормально. Парш, мы просто это тоже самое используем. Сутками супер-одинцы нет. Только побольше. Да, они будут на пару умов готовиться. У меня бабушка применит. Таня, я смотрю, ты растешь там? Сейчас я еще одну пару умов покажу. Ну, потому что с этой вытекотать пока, скажем честно. Почему? Можно тоже использовать. Нужно понимать одно, дорогие друзья. Если мы готовим дома, мы готовим для себя, мы готовим самое главное, чтобы было вкусно. То есть тут уже вы можете включать фантазию и абсолютно легко готовить так, как вашей душеньке угодно. Но на фестивале пельмени, будьте уверены, все будет красиво, все чинно, благородно. Все чинно! Я вам только что слоган придумал. Так. Мы все налепили. Да. Сейчас остается только сварить. Итак, сейчас магия телевидения. Мы за одну секунду сварим пельмени и демсамы. Смотрите. Оп! Все. Пельмешки сварились. Подача. Леш, я правильно понимаю, что подаются аккетельские пельмешки вот так? И в бульоне еще? Подаются двумя видами. Либо с бульоном, либо без. То есть как вот у нас в лиде там. Так, ну что, открываем. Там наши пельмешки? Там и демсамы, и наши, и... Разноцветные! Вот это удивило! И мой-то, смотри, в центре пельмешек-то бабушки-то. А твой я узнаю издалека. Вот эти вот у нас идут из-за пшеничного теста, цветных тезонов. Вот эти два, это с кархмального теста, они прозрачные. Давайте пробовать. Дегустируем. Дегустируем. Так горячо, я аж разлился. Ой, Лёша. Так, еще, Андрюш? Ребят, мы можем сделать следующий вывод. Это безумно вкусно. Это можно есть бесконечно. Это можно есть бесконечно, мало того, это безумно просто готовится, поэтому будем надеяться, что уже сегодня вы попробуете на своей кухне воплотить в жизнь всю вот эту красоту. Лёша, спасибо тебе огромное. Ну и, конечно же, приятного аппетита. Приятного аппетита и не забывайте, что до 17 февраля в севале пельмени все, это можно ответить.